Кто наш кандидат? Партия власти представила участников предварительного голосования для выдвижения на губернаторские выборы. В зале музыкального театра состоялась встреча потенциальных кандидатов с партийным активом. Процедура выдвижения кандидатов на выборах высшего должностного лица проводится нами максимально открыто. Кандидатуры для участия в предварительном голосовании были определены региональным политическим советом. Всего три участника, временно исполняющие обязанности губернатора Станислав Воскресенский, представитель правительства региона в Совете Федерации Валерий Васильев и депутат Ивановской областной думы Игорь Светушков. Каждому кандидату предоставили слово. Именно 20-е века, 19-е все-таки были связаны совсем с другим качеством жизни, гораздо более лучшим качеством жизни жителей нашей земли. Люди сегодня справедливо недовольны, но это недовольство, я считаю, что это и есть базовый потенциал нашей с вами совместной работы по улучшению качества жизни людей. Это недовольство означает неравнодушие, а неравнодушие означает, что жители и сами готовы помогать нам реализовать те проекты, которые искренне направлены на улучшение жизни в Ивановской области. Станислав Воскресенский за непродолжительное время работы в регионе успел заручиться поддержкой жителей. Принять участие в выборах его просили рабочие и студенты. Сам временно исполняющий обязанности губернатора отметил, планов и идей много, но только при активном участии ивановцев можно добиться успеха. Второй кандидат Валерий Васильев видит развитие региона в улучшении качества жизни и жилищных условий. Он предлагает обратить внимание на социальную и производственную сферы. Понимаю, что для поступательного развития региона предстоит многое сделать. Важным направлением работы в качестве губернатора считают повышение инвестиционной привлекательности региона, увеличение объема промышленного производства, поддержку малого и среднего бизнеса. Третий кандидат Игорь Светушков предложил комплексное развитие региона. Будущее видит за эффективным распределением бюджетных средств, развитием новых технологий здравоохранения и транспорта. Также участники ответили на несколько видео вопросов. До выборов губернатора остается несколько месяцев. Они пройдут в сентябре. Параллельно с выборами депутатов регионального парламента. Мария Попова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.